сейчас мы наблюдаем за распаковкой съемочной группы я не знаю как правильно это называется короче вот видите как слаженно работает команда сейчас мы разговариваем с главным режиссером картины николай рыбников николай расскажите пожалуйста как процесс за все здорово только у нас очень сложный график мы должны успевать снимать быстро и качественно качественно получается быстро не всегда возникает ли какие-то либо трудности или все идет по как намечали план да возникают возникают но это наша кухня которую никто не должен знать все идет нормально но беседуем с оператором картины екатерина и катерина расскажите как ваши впечатления как эмоции я понимаю да да мы стараемся приезжать каждый раз к вам на съемке мы видим как все у вас четко еще пять минут назад ничего здесь не было и я вот смотрю как вы быстро все организовались вы большие молодцы более того наши подписчики нашего канала очень следят за фильмом очень много вопросов мы скоро соберем все в кучку и попробуем на них ответить может быть вы еще что-то хотели может быть вам нужна помощь какая-то обратитесь кому-нибудь на смотрят очень многие наш канал поэтому вы можете обратиться нужны деньги ребят на постпродакшен на постпродакшен на постпродакшен что это такое мы конечно не знаем кто смотрит в кино через меня через вас так все нажми паузу сейчас мы беседуем с инженером по массовке картины как вас зовут? Вячеслав Гончаров у Вячеслава есть свой youtube канал на нем он каждый день публикует серию о новых съемках поэтому пожалуйста ищите в ютубе фильм Чикаго да и сегодня кстати будете его там отлично супер и у нас вы скажите пожалуйста мы часто видим объявление нужны люди на массовку скажите откликаются люди? каждый день с удовольствием особенно мне понравилось как люди из Черногорска из девятого поселка реагируют это наверное самые такие лучшие которые прям мгновенно реагируют сколько надо там ну здорово прям вот хотел бы их отметить ребята вы лучшие супер супер неожиданное признание спасибо если еще кто-то хочет поучаствовать в проекте пишите либо нам в личку в досуге либо Вячеславу либо нам а мы уже вас всех сконнектим все кто по массовке и по эпизодическим ролям все ко мне супер не забудь пожалуйста на ушки я думал ты мне тоже возьмешь вот минутку уделите времени ладно расскажите пожалуйста как проходят съемки нормально проходит нет все по плану все по графику все по графику относительно все жестко все куда-то бегут по рации все орут мы бежим кто-то бежит я вот видите как генеральный продюсер помогаю устанавливать тоилеты а потому что здесь все что-то делают мы желаем вам удачи вся Хакасия стоит на ушах все следят за вами вы большие молодцы вы навели шорох гордимся спасибо ребята что вы о нас говорите тебе отдельное спасибо Игорь спасибо вам и тебе пиратов тоже супер спасибо мы сейчас зададим вопрос вот как вас зовут? меня зовут Ольга я художник-остановщик Ольга мы увидели сейчас оружие оно будет принимать участие да будут стрелять? лично будет принимать участие будут стрелять о нифига а что будет за сцены сниматься что-то я слышал с милицией сегодня кого-то ловить будут? ну будет подъезжать да я спецратирую да я просто пока снял ну стрелять будут не они но бандиты а бандиты супер скоро все начнется да? а? скоро все начнется? да уже практически сейчас спасибо мы будем следить итак это Дмитрий актер Минусинского театра он принимает участие в съемках Дмитрий расскажите какая роль вам досталась? мне досталась роль Синякова это друг одного из основных героев опер опер такой немножко материться можно? конечно опер распиздяй немножко то есть он пришел стать ментом за ништяками там в баню съездить где-то там он крышует скорее всего я так себе нафантазировал каких-то еще наркоманов то есть ну какие-то такие он темный такой но уверенный в себе такой немножечко такой это как описать то его немножечко даже где-то быдловатый где-то моральные его принципы ну такие низкие грубо говоря вот такой персонаж то есть они друзья из детства да? нет они не друзья детства они коллеги он мент основной мент основной опер да он вот типа коллега друг напарник грубо говоря вот и они вот вместе во всей этой истории принимают участие вот скажите сегодня вот в сцене будете сниматься? да вот сейчас жду когда он позовут на костюм на грим мы обязательно покажем этот процесс кусок спасибо вам дмитрий мы желаем вам удачи спасибо вам тоже удачи вся Хакасия следит за вами отлично за всей командой я счастлив и не могу это поверить итак последнее приготовление к съемкам скоро все начнется главные герои готовятся вот так снимается настоящее кино итак сейчас мы присутствуем на начале съемки сцены экшен вот так снимают настоящее кино ребята это работают профессионалы ваше 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 давайте птицу с камерой сделаем но снимай пока финал да ничего м нет человек не ничего я не 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 Мы беседуем с Александром, ассистентом актёров второго плана. Александр, расскажите, как проходят съёмки? Это очень тяжёлый процесс. Команда подготовлена. 1 сентября начали съёмки. За это время уже сработались. Никто не выбивается из графика, практически все всегда на площадке вовремя. Благодаря работы, в том числе и моей, так скажем, потому что я отвечаю за то, чтобы артисты приезжали вовремя на площадку, выходили вовремя на площадку и все эти вот такие моменты. Всё получается. Так что получается, конечно, очень здорово. Мы только что видели, как снимали одну из сцен, такой экшен, прямо вау-вау. Подготовка долгая к такому, я вот вижу, уже пятый дубль снимаем. А бывает больше? Да, бывает и больше, бывает до 10 дублей. Ну, по крайней мере, сколько я видел. Если режиссёру что-то не нравится, это... Переделывать. Переделывать. Мы прям реально восхитились, вдохновились, как бы в культурном шоке, в кавычках, потому что, действительно, если по 10 раз делать одно и то же, это какова должна быть выдержка, господи. То есть это большая работа актёров, актёры-молодцы. Александр, мы желаем вам удачи, спасибо, что вы делаете кино в Хакасии. Спасибо. Спасибо. Всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok Можешь хлопнуть? Могу. Да, хорошо. Вы наказаны, что? Нет, главное, смотри, чтобы... Он уже ездил. И так всё будет. Всё, больше падать не надо. Да, конечно. Погонь, блядь, драки. Нет, 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 нет. Ну, а мы продолжаем знакомить вас с участниками съёмочной группы. Пойдёмте пообщаемся с ребятами. Вот кто-то сидит в книжке отдыхает. Ребята, здравствуйте. Расскажите, чем занимаетесь в этом кино? Мы административная группа отвечаем за организацию площадки. Да-да, мы видели, как вы подъезжали прямо вот. Мы приехали одни из первых, никого не было. Пять минут всё расставили. Вы прям молодцы, у вас всё слаженно чувствуется. Стараемся, работаем. Мне всегда было интересно, такой вопрос возник. Вот эти трейлеры, кто-то вам их предоставил или вы купили их? Специально купленные проекты. Специально купленные проекты, нифига себе, это же сколько стоит. У каждого, как бы, да, ну, то есть это для гримюрки, что-то переодеться. Тут всё. Да, это чисто актёрский кемпинг, это гримёрка, вот эта сеть. Ну, прямо чувствуется, что... Вот операторский идёт, всё по звуку, по свету, всё, два, три в одном, наверное, четыре, да. Это московская группа приехала с Москвы у нас. По своей мараторе. По своей аппаратуре, профессионально. Скажите, пожалуйста, вы первый раз принимаете участие в съёмках, фильмах или... Первый раз. Просто я прям вижу масштаб, я никогда не был. Такого масштаба первый раз. А как вы оцениваете вообще вот то, что сейчас проходит процесс кино? Это можно сказать, что это настоящее профессиональное кино? Как вот москвичи делают? Или это больше любительское? Ваше мнение? Нет, это профессионально, потому что вот мы... Я конкретно работаю с операторской группой, а не москвичи. Ну, я вам скажу, он у них грамотно подходит, и это чувствуется, что это очень непростое кино снимает. Ну, это чувствуется, это чувствуется. Да, это видно, и вы сами видите, что это очень большой труд. Это точно. Нервы и... Шесть дублей мы только сейчас рассмотрели, и будем ещё переснимать. Это каково актёрам каждый раз одно и то же. Это большая работа. Это очень... Насчёт актёров, они, да, они уже то и приезжают от сюда. Потому что я занимаюсь ними, пацаны, да, встремлю, по полной. Получается, с утра, вот, с эффективностью, с 7, наверное, да, если так, с 7-8, и в 12, и в час, и в втором часу мы только заканчиваем. Каждый день? Конечно, каждый день, каждый день. Офигеть. А утром опять на работу? И так все 30, сколько вы дней снимаете? 30 дней вообще, по плану 25 дней отснять этот такой большой материал, его сжимают просто в такие короткие сроки. И всё ротает, он хочет прям, чтобы фильм получился прям на высшем уровне. Он молодец, он это делает, он выкладывается на все 100%, за что ему должно, молодец. Это точно, вся Хакасия наблюдает за процессом, все держат кулачки, мы все с нетерпением ждём результата. Спасибо вам большое, что вы делаете кино в Хакасии. Желаем вам удачи, всего доброго. Маша, ну сейчас сначала? Да, да, дайте камеру посмотреть быстро. Играем Коляна. Паль, давай камеру. Чистим? Да, чистим, конечно. Серьезно. Тогда чистим. Есть такая камера или... Да, да, я там в кадр, в кадр. Что делать? А в этом я забыл. Это важно, потому что в арбатуру пришло, я в шоке не почувствовал боль. Бах-бах, а потом боль она приходит обычно. Да, мы сейчас обратку снимаем на тебя. Он его душит, три выстрела. Давай целиком, нет? Хочешь целиком? Да. Конечно. 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 Денис Лафанов, исполнительный продюсер фильма «Чикаго». Денис, расскажите, как проходят съёмки? Здравствуйте. Съёмки проходят прекрасно. Как всегда, не всё легко в кино. В кино легко не бывает. Это большой труд. Многие ошибочно думают, что работа в кино – это какой-то праздник, а актёры – это вообще блатная профессия. Нет, это очень большой труд. Для хакаско-съёмочной группы, которая во многом дебютирует, это вообще непросто. Первые два дня у многих был шок от приятного до неприятного, потому что они поняли, что только погрузиться в профессию и выполнить всё то, к чему готовился проект несколько лет. Это три года написания сценария и больше полугода подготовки к проекту. Ведь съёмки – это лишь малая часть проекта, основная происходит на подготовке. И такого не было осознания. Не у всех пришло осознание, что начнутся съёмки, там и подумаем. Нет, подумать надо заранее. Успешность проекта зависит только от подготовки. Но, тем не менее, двух-трёх дней хватило, чтобы нам сплотиться в одну команду и понять, что мы делаем общее дело, делаем одно большое кино, и это правда большое кино, оно и для региона большое кино, и для режиссёра, и для оператора большое кино, для всех нас это большое кино. Поэтому мы в него верим и хотим его сделать качественным и хорошим. Спасибо вам большое, Денис. Желаем вам удачи. Спасибо. Всего доброго. Только что вы посмотрели наш короткий сюжет о том, как снимают кино в Хакасии. Сегодня был очередной день съёмок фильма «Чикаго». Его снимали в Черногорске. Многое нам не разрешили снимать, потому что это режиссёрская тайна, так скажем, или как это называется правильно, я не помню. Но уверен, кино получится отличным. Мы все следим за процессом. Мы будем дальше приезжать на съёмочный процесс и рассказывать вам о том, как проходят съёмки. Но в 2023 году мы ждём с нетерпением ленты, и его будут показывать в кинотеатрах страны. Надеюсь, нас пригласят на предпоказ. Спасибо, что были с нами. Вы смотрели канал «Досу Кабакан». Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы снимаем много интересного контента. Будет ещё один. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...